Вот то, что вот здесь видно, все, остальное все закончено. Здесь остальной фасад, все завершено, да? Все завершено, да. Осталось только козырек отремонтировать, говорит подрядчик, обсуждая итоги работ с министром культуры региона. Ремонт в рамках нацпроекта «Культура», который длился почти 9 месяцев, завершается. На один из самых больших домов культуры края, что находится в Топчихе, потрачено около 100 миллионов рублей. Собственная культура Топчихи, она достаточно масштабная, это крупный район. Здесь всегда был хороший уровень, много работников культуры, поэтому объект в некотором смысле стратегический. И действительно, в этом здании поместилась вся сельская культура. Детская школа искусств, библиотека, краеведческий музей и даже районы ЗАГС. Пока шел ремонт, говорит директор, репетиции не прекращались. Правда, проводить их приходилось в здании администрации детского сада, а порой и на дому. Ну как мы ждем это здание, я думаю, вы прекрасно понимаете. И Топчиха, и мой коллектив, и вообще мы с большой радостью ожидаем все это, потому что, ну я думаю, что к концу месяца этого мы войдем в это здание. На сегодня 97% работ уже завершено, а изначально их было немало. За почти полувековую историю это первый капремонт. Подрядчики заменили все окна и двери, перегородки, сделали новые полы. Сейчас основные работы идут в зрительном зале на 400 мест. Нам сейчас надо привезти вот сюда ДСП, вот на этот пол стельем. И, по-моему, решили, что там у нас будет. Король, король, сюда все берем, все это укладываем. Здание, в общем-то, будет иметь современный вид, приобретается новое оборудование. Естественно, мы очень рады такому событию. Рады будем встретить любых гостей уже здесь у нас. Уже в конце декабря здесь звучит фортепиано, аккордеон и живое пение. Больше 130 учеников детской школы искусств и 30 творческих коллективов войдут в новый ДК. А для кого-то это здание, как и прежде, станет местом рождения новой семьи. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.